привет друзья подписчики и зрители канала меня зовут висконте мы снова играем скрыт механик и сегодня мы рассмотрим парочку интересных домов на колесах от наших подписчиков это у нас номер десять от владимира семенова и давайте мы начнем просматривать его поподробнее так что же у нас здесь есть здесь у нас такой вот автобуса с низкой подвеской так сделал вид от первого лица и начнем давайте что у него здесь есть есть у него отделение какое-то скорее всего с топливным баком сенсор есть зачем этот сенсор нужен ну принципе какой-то механизм так ладно давайте дальше а еще один отсек также двигатель и какие-то коннекторы коннекторы к чему-то привязаны понятно ну будем считать что это все-таки багажное отделение так что же здесь не вы есть еще вот это вот очень интересная штука я сам немножко не понимаю то есть смотрите сворачивается секс и вылазит у нас какая-то система скорее всего этого водопроводная система и подача кислорода чистого воздуха в салон автобуса так тут вот какой-то бойлер скорее всего и это два бака с водой ладно давай мы это все сейчас свои поднимем обратно вы уже за увидели что здесь стоит еще и машина так давайте закрываем закрываем сразу же мы раз мы уже увидели машину давайте откроем гараж то есть видите гараж открывается пол опускается и мы можем выехать на этой машинке так картинги либо баги так выехали вот так вот небольшой баги спрятан внутри нашего автобуса давайте мы посмотрим и на него ну в принципе ничего сложного все минимум так вида что использована м джи мод грего моды тут я не вижу так ну ладно самое главное у нас все-таки дом на колесах давайте зайдем внутрь гаража и посмотрим достаточно большое пространство есть светильники которые включаются мы можем закрыть двери давайте закроем пол подымается двери закрываться на щелка все равно остается так что у нас есть еще есть у нас дверь которую я сделал дополнительно чтобы она закрывала еще и отдел с машиной то есть дверь работает на два направления на закрывает туалет и закрывает гараж вот так вот получается что у нас туалетия ну санузел у нас с душевой кабинка есть вентиляции есть свет есть умывальник так душевая кабина интересно так принципе туалет на бумаг самое главное туалет на бумага есть все закрываем и давайте рассматривать дальше что же у нас есть сповещение так у нас есть небольшая свет свет так кухонка есть умывали умывали уже самодельный то есть не стандартная раковина и вот это я так понял что это у нас плита то есть так что же здесь есть еще есть стол но скорее всего он раздвинется когда раздвинется сам автобус есть холодильник холодильник у нас пустой нет булочек нет уточек нет в принципе даже любимой газировки так закрываем холодильник и давайте смотрим здесь у нас кабина водителя достаточно просторного здесь чего-то не хватает мне кажется тут хорошо смотрелся бы ну давайте попробуем поставить вот такой вот горшочек вот так уж уже что-то то и если мы посмотрим может быть еще и какие картиночки у нас есть так не выход так стоп велкам ну вот я бы поместил вот эту как бы самая красивая но она по размеру у нас немножко не подходит ладно давайте смотреть что у нас есть за пассажирским местом у нас есть одна кнопочка которая открывает дверь все есть еще водительское сидение и на нем уже привязана 6 кнопочки давайте начнем так и немножко поехал первая кнопочка нас открывает водительскую дверь вторая кнопочка у нас выдвигает автобус то есть выдвигают отделы так а стол стол тоже раздвинулся сейчас мы все это посмотрим раздвигает автобус в две стороны так 3 кнопочка открывает у нас радиаторную решетку и там у нас располагается двигатель так закрываем и есть еще четвертая кнопочка которая опускает олесенку которая даст нам возможность подняться ну не 2 это скорее всего 2 с половинкой или даже 1 с половинкой этаж где находится дополнительные кровати возможно для детей возможно для гостей так ладно давайте мы лесенку оставим кнопочка 5 включает у нас фары вернее не фары а нижнюю подсветку то есть габаритную и кнопочка 6 у нас зажигает сами фары то есть видите кнопочки разделены также работают поворотники и вправо и влево все замечательно ладно давайте мы сойдем с водительского места и посмотрю же как у нас раз видно ну как у нас выглядит дом в раздвинутом состоянии то есть вот у нас стал достаточно просторный дом мы можем уже сесть за стол обеденный и в принципе нам хватает места так ладно выходим есть кровать двуспальная либо 1 спальня но все-таки на широкое есть магнитофон которым выключать нему вот тут у нас владимир не забыл поставить цветок это хорошо так что здесь у нас должно располагаться здесь у нас должны располагаться либо книги либо возможно телевизор потому что телевизора я вообще не наблюдая в этом доме так ну и вот здесь тоже пустоватое место вот сюда вот наверное картиночка тот как раз таки и пойдет давайте мы ее разместим вот так вот она выглядит шикарно и я бы еще сделал ну не знаю где у нас есть узкие блоки и земли моды давайте вот сюда и вот так вот разместим так вот так вот у нас будут здесь полочки здесь также вот уже что-то вырисовывается так что мы можем еще сделать можно сделать в атаку и сюда у нас если поставить конечно цветок я не пробовал пока что небольшой кактус давайте попробуем поставить ну он у нас сюда не ставится на полочки это жалко конечно ну ладно будет считать что полочки на них что-то стоит так что еще ну можно конечно вот сюда вот полочки напихать вот так вот тоже они будут тут смотреться достаточно хорошо ну и в принципе все давайте мы посмотрим что же у нас есть на втором этаже лесенка и вот у нас такие две кроватки скорее всего все таки детские кроватки и на каждой кроватке есть отдельный светильничек то есть можно включить выключить и в принципе здесь больше ничего нету но в целом дом не очень понравился принципе все проработано есть гараж есть кровать есть стол ну жалко конечно нет телевизора но это думаю не такой большой косяк так ладно давайте закрываем автобус на низкой подвеске и поэтому ездить он может только по дороге а вот по такой местности он просто застревает на каждой кочке поэтому я наверно ну хотя почему нет давайте попробуем так сел за место водителя и давайте отдалим автобус так это нам не надо вот этому все сложим автобус сдвинулся и мы можем потихонечку ехать так вот по такой дороге автобус ехать может но съедем мы на обочину и все мы застрянем поэтому ребятки мы переходим ко второй постройки от рустама мухаммед галиева давайте переходим ну что ж ребятки у нас 11 цитая постройка участвующая конкурсе и прислал нам ее рустам мухаммед галиев так посмотрим крутой у нас дом на колесах прототип реальные в действительности есть давайте мы его отбежим такой вот у него дизайн чем-то схож с яхтой так что же у нас здесь есть и какие отсеки есть у нас есть огромный отсек для автомобиля правда не знаю какой автомобиль здесь вместится закрываем здесь у нас нету отсека здесь у нас тоже не видать кнопочек и здесь еще есть отсеки так открываем небольшой отсек багажный там же установлена коробочка с огурцами так что у нас здесь есть здесь у нас установлен какой-то генератор ну и есть вход в сам дом куда мы сейчас с вами и пойдем давайте я делаю вид от первой лица и пойдем путешествовать поэтому я бы сказал замку или дворцу так поднимаемся у нас смотрите внутри такой же дизайн как и снаружи то есть стеклянные перегородочки здесь также дверь слишком быстро открывается надо сделать помедленнее вот такая вот кабинка где установлены непростые сидения то есть смотрите сидение у нас сделаны самостоятельно то есть если предыдущем автобусе у нас была самостоятельно сделана раковина на кухне то здесь у нас сделано сидение и руль так ладно за местом пассажиры у нас есть еще и телевизор то есть можем развлекать пассажиров давайте пройдем в салон туда сложить тесно это что было ладно давайте как-нибудь мы попробуем выйти отсюда я хочу отсюда выйти так ладно вышли свет в салоне и есть а вот у нас здесь есть телевизор здесь есть микроволновка что здесь есть еще плита с духовкой или возможно духовки нету потому что я вижу улицу духовку еще не купили есть радио есть холодильник крутой холодильник давайте раздвинем кухню кухня раздвигается только в одну сторону за вторую сторону не раздвигается сразу же включился смотрите включается холодильник при движении но дверка к сожалению не открывается это жалко жалко так что у нас здесь есть еще здесь вот небольшой жилой отсек есть диванчик куда мы также можем сесть с вами и наслаждаться видом через красивые окна так ладно выходим давайте посмотрим то что мы пропустили есть туалет туалет необычный то есть я не знаю возможно здесь тоже установлена тонировка потому что многие зрители моих роликов ругают меня что я ставлю стеклянные двери в туалеты но здесь смотрите сделать сделано еще лучше здесь поставлены стеклянные стены то есть если вы стоите в пробке и у вас прозрачные окна то все любуются на вашу задницу так ладно давайте выходим и шутки в сторону так что у нас дальше здесь есть здесь у нас есть вот такой вот компьютерный столик есть радио есть такая синенькая штучка справа которую я не понимаю что она вообще показывать возможно это фоторамка так и мы можем играть в любимые компьютерные игры на примере скреп механика так но это еще не все потому что есть кнопочка нет это включает у нас дополнительно освещение ночничок есть вот такая кнопочка которая сворачивает компьютерный стол и превращает его в двухспальную кровать но помимо этого еще и выдвигается телевизор с потолка также это сделано наверное чересчур все шустро потому что ну чуть-чуть помедленнее надо давайте все это свернем и вернем наш компьютерный столик включим красивый ночничок с голубой подсветочкой и пойдем наверно на крышу потому что есть это у нас механизм раздвигающий кухню внутри салона он конечно же не смотрится так есть у нас подъем на крышу вот такой вот есть панорамное окошечко которое я не заметил изнутри салона но в принципе очень красиво и на у нас на балкончике или на крыше есть вот такой вот столик креативненький черненький и белые сиденья мы можем сесть с друзьями пить квас и наслаждаться пустыней что же построечка тоже достойная достойного вашего лайка также рустем у нас прислал чай дороги которая тоже конечно же делает плюсик и делает постройку более интересной хотя вот конечно дорогу можно было бы сделать допустим с небольшой кафешкой потому что там вот я смотрю сейчас сойду с дороги чтобы не прыгать есть какой-то фундамент я не знаю для чего возможно здесь предполагался какой-то пост или какой-то какая-то постройка не зря же здесь это все сделано что с ребятки вот такие вот были постройки номер 10 и номер 11 от владимира семенова и рустем мухаммед галиева ставьте лайк подписывайтесь на канал участвуйте в конкурсе присылайте только хорошие и только ваши постройки с вами был висконте всем пока